Какое будущее ждет сферу онлайн-шоппинга во всем мире? На эту тему я пообщался с Торбьерном Фридриксеном из ООН. Расскажите об индексе электронной торговли Юнктад. Юнктад уже второй раз публикует данные индекса, которые показывают, насколько страны готовы к участию в электронной торговле. Мы соединили четыре различных фактора, которые помогли нам получить информацию об интеграции экономики в интернет-пространстве, о том, как часто люди используют кредитные карты, так как кредитные карты – это превалирующее платежное средство в интернете. Мы также рассматривали доступность защищенных серверов в экономике, так как онлайн-торговля предполагает финансовые транзакции, и люди хотят быть уверены в том, что платежи пройдут безопасно. И последнее – это качество систем доставки, в том числе почтовых служб. Почтовые службы – это только один из аспектов инфраструктуры доставки товаров. Когда мы соединили всю эту информацию, мы смогли оценить результаты 137 стран. Это неплохие показатели. Эти 137 стран отвечают примерно за 99% всего мирового уровня ВВП. Как сейчас обстоят дела в сфере онлайн-платежей? На самом деле мы видим смешанную картину. Если говорить об электронной торговле типа «бизнес-потребитель», то здесь, конечно, лидирующую позицию занимают кредитные карты. Примерно половина всех онлайновых транзакций осуществляется с помощью кредитных карт. Но картина может меняться в зависимости от страны. Например, в Швейцарии есть своя особенность. Многие люди предпочитают платить по выставленному счёту. Но если смотреть на развивающиеся страны, которые составляют большинство участников нашего индекса, то там люди ещё в значительной степени полагаются на расчёт наличными при доставке. Там всё ещё заметен недостаток доверия к использованию онлайновых инструментов оплаты. В некоторых странах законодательство мешает упростить процедуру оплаты онлайн. Кроме того, в некоторых странах Африки, таких как Кения, мобильные платёжные средства стремительно набирают популярность. Какова ваша роль во всём этом? Если посмотреть на современный мир, то можно увидеть, что существует ещё очень значительный разрыв между уровнями развития электронной торговли в разных странах. В таких странах, как Швейцария, Англия или США, примерно 60-80% населения уже совершают покупки онлайн. Если говорить о развивающихся странах, таких как Мексика, Южная Африка, Таиланд, это не самые бедные страны, но их экономики всё ещё развиваются. В этих странах менее 5% населения совершает покупки онлайн. И возникает закономерный вопрос, почему так? ООН и всё мировое сообщество должно найти более эффективные способы решения тех препятствий, которые возникают на пути развития сферы электронной торговли. На данный момент у нас это не очень получается. Потому мы хотим представить больше информации на эту тему, продемонстрировать удачные политические стратегии других стран и помочь составить приемлемые законодательные нормы для улучшения статистики. На самом деле есть целый ряд задач, которые помогут улучшить ситуацию. Расскажите о программах, над которыми вы работаете? С удовольствием. Одна из самых захватывающих инициатив, которая стартовала в Юнгтад, здесь, в Женеве, при помощи партнёров из частного и государственного сектора, называется «Век электронной торговли». Как я уже отметил, существуют значительные различия между странами в сфере инфраструктуры. Разница в том, как в каждой стране будет проводиться обработка заказов и небольших посылок, которые будут отправляться в страну и за её пределы. Когда потребители начнут массово заказывать товары в интернете. Также у разных стран разный уровень платёжной инфраструктуры, уровень профессионализма в этой области, а также отличается общая оценка достоинств, недостатка, возможности и опасений в сфере электронной торговли. На данный момент мы пытаемся свести вместе всех игроков. При этом параллельно мы сотрудничаем с представителями частного сектора, которые работают в сфере электронной торговли. Я говорю о крупных игроках, таких как eBay, Alibaba и так далее. Если какая-то страна понимает, что ей требуется помощь международного сообщества, скажем, в сфере платёжной инфраструктуры, то она должна с лёгкостью получить нужную информацию и узнать, с кем можно связаться для получения помощи. Какие цели вы ставите? В будущем мы планируем запустить новую инициативу на следующей конференции Юнктад, которая пройдёт в Найроби в июле этого года. До проведения конференции мы не планируем предпринимать никаких мер, но уже сразу после мероприятий мы начнём действовать и планируем реализовать поставленные цели в течение года. Надеюсь, это поможет развивающимся странам сделать сферу электронной торговли более эффективной. Тор Бьёрн, спасибо за ваши комментарии. И вам спасибо. На этом наше время подошло к концу. С вами был Кристофер Хэммонс. Гость нашей студии Тор Бьёрн Фридриксон из конференции ООН по торговле и развитию. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ. Мы подготовили для вас ещё больше эксклюзивного контента. Всего доброго.